Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Работа стартовала на участке между островом Тузла и фарватером Керченикальского канала. Здесь будет сооружен отрезок длиной более двух километров, который соединится с аркой. Конструкции надвигаются на опоры с помощью домкратов. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно Крымского моста. Скорость надвижки составляет 45 миллиметров в минуту. Каждый пролет весит 580 тонн и состоит из 40 основных элементов. Его высота – 5 метров, ширина – около 15 метров. Расстояние между опорами составляет 65 метров. С правой стороны ветвь пролетного строения, по которой будут поезда из Тамани следовать в Крым. С левой стороны ветвь пролетного строения, по которой будут поезда следовать из Крыма в Тамань. Масса каждого пролетного строения весом 290 тонн. Суммарная масса пролета – порядка 580 тонн. Основные элементы соединяются между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота блока более 5 метров, ширина – более 15 с учетом служебных проходов. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не более 65 метров. Опоры железнодорожного моста плавно растут. С 5 метров, начиная рост, подъем от острова Тузла, все выше и выше, и к морскому участку железнодорожной составляющей достигает 17 метров. И дальше 35 метров над фарматором Керчьи-Иникальского канала. Данный плавный подъем обеспечивает безопасный и комфортный заход составов, как пассажирских, так и грузовых, на арочное пролетное строение. В этом году работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках. Железнодорожные подходы будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста в 2019 году. Автодорожная часть сдается раньше – в декабре 2018 года. Подытожили в инфоцентре.